В эфире программа «Крупный план». У микрофона работает Светлана Занько. И мы эту программу делаем в преддверии праздника всех строителей. Напоминаю, 12 августа, ближайшее воскресенье. Это праздник сравнимый. Я не знаю, можно ли сравнивать с празднованием дня ВДВ. Мне кажется, покруче его празднуют. Мы сейчас узнаем, как празднуется этот день, почему он очень важен, а празднуется День строителей. Еще раз Денис Крутихин, председатель Совета директоров ООО «Кировский сельский строительный комбинат» у нас в гостях Денис Леонидович. Добрый день. Здравствуйте. Ну что, покруче, чем День десантников празднуется? Ну, мы как бы стараемся праздновать так, чтобы он нам запомнился на целый год. Мы расскажем попозже о том, как празднуется День строителей в КССК. А сейчас для того, чтобы было интересно абсолютно всем, а не только сотрудникам КССК, которые, я надеюсь, нас будут слушать, потому что мы их будем поздравлять, отмечать достижения этой компании и людей, которые в ней работают, мы поговорим о тех вопросах, которые касаются абсолютно всех. Потому что все мы живем в квартирах или в домах, все мы сидим за конъюнктурой рынка, мы все настроены на то, чтобы наши дети тоже жили в комфортабельных квартирах, а наши пенсионеры, мамы и папы могли точно так же проводить свою пенсию в комфортных условиях. А тут на нас сваливается абсолютно новое изменение в законодательстве строительном. Мы начинали уже говорить на прошлой неделе о том, что происходит, и обсуждали здесь на круглом столе в нашей студии эти вопросы. И вы там были, Денис Леонидович, правда, недолго, к сожалению. Но сейчас у нас есть время, чтобы об этом поговорить. Итак, речь идет в основном о трех изменениях, которые, как говорят некоторые эксперты, могут привести к уменьшению объемов строительства, а во-вторых, к повышению цены на квадратный метр. И то, и другое влияет на потребительскую доступность жилья в регионе. Каково Ваше мнение и прогноз по этим вопросам? Насчет того, что квадратный метр будет стоить дороже, а объемы строительства могут уменьшиться? Ну, это неизбежно к этому. Это произойдет. Во-первых, в любом случае стоимость квадратного метра в большинстве своем регулирует спрос, но цена квадратного метра не может быть меньше себестоимости. Себестоимость сейчас постепенно растет и еще возрастет в связи с применением нового закона. Помимо того, что некоторые материалы дорожают, оборудование дорожает, машины, механизмы дорожают, которые принимают участие в строительном процессе, которое все равно приходится периодически обновлять, еще и новый свод законов, направленных на долевую часть в строительстве. Это, значит, обязательное кредитование скрома счета, да, и куча, множество еще, как сказать, правил и требований, которые необходимо соблюдать застройщику, который привлекает долевые средства граждан. Это, во-первых, переводят, подталкивают нас, чтобы вместо страховых компаний отчисляли фонд капитального строительства, который гарантирует достройку проблемных объектов. А фонд, он там будет в пределах 6%, как нам обещают. Сейчас 3, с сентября месяца или к новому году он будет 6%, то есть уже на 6% подорожает себестоимость квадратного метра плюс обязательно вот эти экскроу-счета, которые сопровождаются кредитованием. То есть кредитование это тоже минимум 10% годовых. Это то, что вы берете в банк, на что вы строите? На что мы строим? Так как мы деньги, по новому закону, деньги-дольщики не имеем право расходовать, мы должны взять кредит на него, построить эти же, а деньги-дольщики будут лежать в банке, пока мы не берем дом в эксплуатацию. Как ввели дом в эксплуатацию, эти денежки поступают нам на счет. То есть все это приведет к увеличению себестоимости строительства. Также уйдут мелкие компании с рынка. Как правило, у маленьких компаний они могут себе позволить там где-то за счет чего-то сэкономить. В больших компаниях накладные расходы побольше, а в маленьких компаниях, которые там ведет один дом, строят потихоньку на деньги дольщиков, не привлекая кредиты. То есть уйдут маленькие компании, значит уменьшится конкуренция. Вам-то должно быть хорошо, как большой компания. Нам-то, конечно, хорошо. Это конкуренты уйдут, но себестоимость квадратного метра, она неизбежно вырастет. Когда уменьшается конкуренция? Конечно. Чем меньше конкуренция, тем выше цена. Чем меньше строится новых объектов, тем меньше вводится жилье, тем меньше предложения на рынке. То есть накапливается отложенный спрос, возникает дефицит и цена начинает расти. В какие сроки вы прогнозируете рост цен на жилье? Ну, рост цен идет потихонечку. Он своего дна достиг где-то весной. И сейчас он потихонечку растет. Каждый месяц он чуть-чуть дорастет. Резкий дефицит, я думаю, в следующем году он будет. Я как-то прогнозировал, что он будет в 2017 году. Но это ошибся, видать, на полтора-два года. То есть это уже будет не просто какая-то сезонность в росте цены, когда она то повышается, то снижается. Это четко наметившийся тренд, который приведет к удорожанию жилья в перспективе одного года, вы говорите, до 6%. Да. А в этих условиях какое жилье, раз мы начали этот анализ... Минимум 6%. Минимум 6. От 6%. Какое жилье на рынке будет пользоваться максимальным спросом, на Ваш взгляд? Ну, сейчас пользуется массовый сегмент. Массовый сегмент это, как ни странно, как Вы удивитесь, панельные дома. Панельные дома, потому что там себестоимость все-таки поменьше. И они располагаются в районах массовой застройки. Где массовая застройка, там, естественно, себестоимость ниже. Поэтому вот из-за цены, так сказать, панельное домостроение у нас пользуется большим спросом, чем все остальное многоэтажное панельное домостроение. Что касается, возвращаясь к конкуренции рынка и вымывания маленьких компаний, Вы прогнозируете, что на рынке Кировской области останется сколько компаний всего? И кто будет строить в районах, скажите? Вы в районах строите? Нет, в районах строить никто не будет, потому что там по новому закону невозможно вести долевое строительство. Задумался Денис Леонидович насчет того, сколько компаний останется? Трудно, наверное, прогнозировать, да? Нет, 6-7 компаний останется. И непонятно, кто будет строить в районах. В районах, ну сейчас по новому закону невозможно соблюсти, 214 закон в районах, его невозможно соблюсти. Нужно в течение последних 10 лет, допустим, в Слободском районе построить 10 тысяч квадратных метров. Там во всем Слободском нет такого, такое строительство не ведется. То есть и построить там один дом, то, что требуется для Слободского, площадью полторы тысячи квадратных метров, во-первых, там он не окупится, не уложится в те деньги, не войти в тот рынок, сколько сегодня стоит душное жилье. То есть эта себестоимость будет там выше, чем в Кирове, в Слободском. А кто же купит в Слободском? Вот когда я вас слушаю, у меня есть ощущение, что вот эти все процессы, которые вы описываете, они еще больше подтолкнут народ на выезд из районов области в областной центр. И вот эта миграция сельского населения, она только усилится. Да, усилится миграция или будут применять серые схемы. Вот серые схемы, ведь они есть. Что такое серые схемы? Ну, к примеру, можно продать квартиру по предварительному договору купли-продажи. Почему нет? То есть придумывать какие-то обходные истории. Да, то есть если раньше было там, мы все участвовали, все договоры регистрировали в Рекпалате, да, сейчас у нас, вот нам невыгодно, это вот новый закон нам невыгоден, мы поэтому будем строить жилье, вводить в эксплуатацию, потом продавать. Готовый уже квартир. А в районах что остается делать? Буду, будь я районным каким-то строителем из Лобоскова, да, чтобы под этот 214-й закон не попасть, я бы стал заключать предварительный договор купли-продажи жилья, что я обязуюсь в течение, что через три года я ему продам предварительный договор купли-продажи. Это законная история. Ну, а почему нет? Такой инструмент. Ну, почему нет? То есть строители рассматривают такие пути? Предварительный договор купли-продажи, и мне не надо регистрировать этот договор в Рекпалате, потому что он не подпадает в 2014-й закон, и вот здесь может наступить худшее, начнутся двойные продажи. Даже не обязательно кто-то умышленно, кто-то там забыл, что продал эту квартиру, раз, еще раз продал, да. А может быть и двойные. Да, потом, когда дом достроен, раз, появляются два владельца. Как это было не раз, там, раньше, до принятия 2014-го закона. Ну, вот это все очень серьезные, на самом деле, тенденции. А самое главное, что мы слышим от властей, от тех же законодателей, которые вводили эти нормы, в борьбе с обманутыми дольщиками, с проблемой обманутых дольщиков, что никто на самом деле не знает, каким последствиям в итоге приведет эта история, с какими сложностями столкнуться, пока он не заработает, не знают. Власти тут и заявляли об этом. Но, что касается вашей компании, эти новые введения как-то скажутся на эффективность работы вашей компании, и меняют ли они как-то ваши планы? Напоминаю, что у нас Денис Крутихин в гостях в программе «Крупный план», председатель Совета директоров КССК? Нет, конечно, будет сложнее, сложнее строить. То есть, если мы как-то принимали деньги дольщиков, то сейчас дольщиков не будет, придется строить на свои деньги или на кредитные деньги. Будем продавать готовое жилье. Конечно, это будет нам сложнее, ниже будет эффективность, будет выше себестоимость жилья, какие-то проблемы в первый год-два будет, а потом как-то привыкнем к этому, и все станет на свои места. В данный момент это уже как-то корректирует ваши планы на строительство, на закладку новых домов? Новых объектов. У нас вообще рынок подкорректировал нас, спрос подкорректировал. Мы меньше домов закладываем, потому что предложение опережало спрос. Кризис затянулся. Кризис затянулся, да. То есть было то, что много начато, вот сейчас достраиваем, достроили крупные объекты. Алая паруса закончили мы. И сейчас будем строить меньше, но будем строить быстрее. За счет чего? За счет чего? За счет оптимизации процессов. То есть будем вести все, и так раньше мы, когда вот работали, когда был высокий спрос, работали круглосуточные, многие объекты у нас. Сейчас будем работать только круглосуточные, чтобы построить за максимально короткий промежуток времени один дом и начать его продажу. Потому что чем дольше мы его растягиваем, процесс строительства, тем выше себестоимость, тем, чем дольше мы строим, тем выше себестоимость. Потому что мы не можем начать продажу, пока мы не закончим объект полностью. В связи с новым законодательством? Да, в связи с новым законодательством. Именно по этому поводу. Расскажите, как компания КССК провела 2018 год, вот эту половину, или давайте так год отмерять буквально с прошлого дня строителей, к нынешнему дню строителей, в преддверии которого мы делаем эту программу. Чем вы можете похвастаться? Ну вот вы говорите, мы достроили Алые паруса. Это стройка века, Денис Леонидович. Все смотрят на нее, она вот тут высится. Мы достроили, сейчас мы заканчиваем новое устройство, вот еще у нас остался сквер, вот мы сам сквер сделали, нам осталось было вроде поменять вот этот заборчик, который вдоль Московской идет, мы в этом году его поменяем, и тогда уже был закончен этот объект. Мы к объекту сейчас вернемся, к самому зданию, а за сквер нужно зацепиться, мы ни разу его так подробно не разбирали. Это первый, пожалуй, такой опыт в нашем городе, когда строительная компания делает раз вот такой большой, серьезный объект, да, рекреационный. Сколько там территорий в этом сквере? Там гектар земли, по-моему, гектар, да, может чуть побольше гектара земли, но то, что вот черпнул Курдюмов в свое время, то мы и довели до конца. Заместитель председателя правительства Дмитрий Александрович Курдюмов, как вообще возникла идея строительства в центре города такого большого сквера, как вы разрабатывали проект, сами лично принимали участие? Да, это полностью наша разработка, наших архитекторов. Началось с чего? Началось с того, что Курдюмов позвал на совещание, сказал, вот, говорит, вы строите дом напротив вашего дома, тут неблагоприятный участок, вы бы, говорит, снесли этот дом и вид был бы лучше. А там оставались старые корпуса, губличные, перевяжки. Я говорю, хорошо, если мы это изложим на бумагу, то мы поучаствуем финансово в благоустройстве этого сквера. Да, да, что не так просто сносим, а потом, что эта земля, кому-то уйдет, кто-то продаст, там что-то еще построят. Я говорю, давайте, если мы сносим сами, то мы его и благоустроим. На этом и остановились. Много было разногласий там потом, много несогласных, но потом... Там было очень много намерений на эту землю. Да, потом Игорь Владимирович пришел и сказал, здесь будет сквер, кому непонятно. Вот, и потом все-таки... Игорь Владимирович, это губернатор Кириллского воздействия? Да, губернатор Кириллского воздействия. То есть, и мы этот сквер к началу сентября закончили. Сколько времени понадобилось на благоустройство такой немаленькой территории? Ну, мы там работали в авральном режиме, чтобы хотя бы еще летом 17-го года или осенью 17-го года воспользоваться благами этой цивилизации, которую мы там создали. Поэтому мы очень старались до наступления неблагоприятной погоды закончить все работы. Ну, вот на этот год у нас осталась установка самого фонтана, влюбленная под зонтом, и замена ограждений со стороны улицы Московской. Как они будут выглядеть теперь? Красиво. Желтенькие, синенькие? Нет, почему не желтенькие, синенькие? Такие же, наверное, в таком же стиле. Черные. Черные, да. Крассические, чтобы зелень хорошо была видна. Да, красивая кованая решеточка, вот этот вот, как сказать, основание забора мы его облагородим, то есть сделан, облагородим декоративным бетоном. И вот сквер как внутри красиво смотреться, так и снаружи со стороны Московской. Когда вы его планировали, этот сквер, вы закладывали туда какую идею? Для кого он делался? Для всех жителей города Кирова. Просто обычно так бывает. Очень часто в сквере встречается какая-то детская площадка совсем для малышей, и подросткам заняться нечем. У пенсионеров там, например, негде посидеть. У вас там достаточно разноплановой площадки. Можно и 16-летним, и 3-годовалым детям провести время. И молодежи. И 3-годовалым, и 60-летним. Там всем можно провести время. Удобно сквериться, сквериться. Вы такую задачу с самого начала ставили, чтобы абсолютно для всех возрастов, для каждого человека было бы место, где он мог бы отдохнуть. Там люди приходят, посмотрите, в теплую погоду, снимают обувь, ходят босиком по этой траве. Это очень приятно смотреть. Нет табличек на газон, по газонам не ходить. Можно прям даже полежать на газонах? Можно полежать. Там есть таблички, где собак запрещен. Чтобы можно было смело полежать. Как вы с этим боретесь? Неужели собачники не ходят туда? Собачники туда не ходят. Там у нас стоит... Мы смотрим за этим сквером. Есть там видеонаблюдение. Охрана есть. То есть у нас это выведено на пульт здания Алая Паруса. В Алых Парусах у нас там круглосуточные диспетчеры сидят. Ну, консьержи, диспетчеры сидят. То есть следят за зданием и заодно присматривают за этим сквером. Но он доступен для всех, ведь не только для жителей. Для всех. Абсолютно для всех. Нет, это сквер для горожан, для всех. А фонтан, идея фонтана она чья? Нет, фонтана моя идея. То есть фонтан должен быть в парке или нет? Да, вы поддерживаете горожан северных, которые все равно говорят, что несмотря на короткое лето, мы хотим фонтан. Именно потому, что оно короткое. Да, фонтан прекрасно себя чувствует. Он сейчас есть, работает. Функционирует он? Функционирует он, и все. У меня вот такой вопрос. У меня всегда, когда приходят чиновники, они говорят, что нет средств на содержание новых скверов, нет средств на закупку крупномерных деревьев, нет средств на хороший газон. И прочее. Вы сразу замахнулись на такой серьезный ландшафтный дизайн. У вас красивые иностранные деревья там растут. Не опасаетесь, что все это потихонечку придет в упадок? Потому что, судя по нашим скверам, не очень хорошо они себя чувствуют. Нет, на зиму бонзай, они закрываются, вставится шалаш из полиэтиленовой пленки. Есть технологии, как содержать эти деревья. Деревья мы придерживаемся этой технологии. Зиму они прекрасно пережили. Кто ухаживает у вас за сквером? Наша управляющая компания. У вас там есть инженеры-озеленители, садовники? У нас есть принят на четверть ставки инженер-консультант именно по озеленению. Садовник, так скажем. Он консультант, он консультирует, а рубки наши... Это первый такой опыт, который я слышу. Мы делали программу по озеленению, нам о нем рассказывали об этом опыте в Воронеже. Что в Воронеже продвинутые управляющие компании стали нанимать таких инженеров-консультантов, садовников. Потому что планируют новые микрорайоны сразу с хорошими крупномерными деревьями, хорошими качественными газонами. Чтобы все рабочие руки, как вы говорите, не скашивали то, что не нужно, и не выламывали то, что не нужно, должен быть профессиональный руководитель. У вас такое есть. Мы воспользуемся этим контактом. Нам очень нужен эксперт-озеленитель здесь в эфире. Денис Крутихин, председатель Совета директоров ООО Кировский сельский строительный комбинат. В гостях программы «Крупный план». Мы делаем эту программу в преддверии 12 августа, дня всех строителей Российской Федерации. Если уж мы заговорили с вами правила и паруса, а это правда, стройка года, так скажем, он сдается, этот дом. Вы уже сказали, что там есть охрана, есть консьержи, есть видеонаблюдение. Когда торжественное заселение? Нет, заселение уже люди живут. Дом введен в эксплуатацию, люди живут. Потому что первый этаж пока не работает. Где общественное помещение? Естественное помещение его, мы подбираем арендаторов. Сами вы выбираете, не лишь бы кому сдаете. Да, конечно. У нас консультант московский, магазин магазинов, есть такая огромная, большая фирма, которая именно консультирует по открытию вот таких крупных торговых центров, чтобы там были именно те арендаторы, которые нужны здесь. Не абы кто. Вот кто вам нужен сейчас, можете озвучить? Вдруг арендаторы нас слушают и заедут, придут со своими предложениями. У нас есть специалист, есть специалист, который занимается арендой. Ну что там обязательно должно быть? Там должен быть обязательно продуктовый магазин. Раз. Предприятие общепита должно быть обязательно. Булочное или кафе? Булочное, кафе, детские товары, такой как Детский мир или ему подобный. Предприятие розничной торговли, там, одежда, обувь. Банковский офис. Банковский офис. Напрашивается, мне кажется. А сейчас банковские офисы, они все удаленные. У всех в телефоне банковский офис. А, интернет офис. Да, он сейчас никому не нужен зарплату, все получаем на карточку. Карточка у нас у всех в телефоне. Зарегистрировано в счетах, есть этот доступ через приложение. Поэтому все, наоборот, банки уходят в интернет и помещения продают. Поэтому он, как банк, сейчас не нужен. Максимум банкомат. Такое огромное здание, Денис Леонидович. Сразу вспоминаешь, как в детстве с мамой мыл полы в коридоре и в подъезде. Кто за таким большим зданием следит? Мы сейчас правы и парусы. Продолжающая компания наша. То есть полностью все подъезды. Как они, кстати, у вас отделаны? Я внутренне была. Красиво. Приходите, мы вам покажем. Есть на сайте. Еще продаются квартиры в Алкарусах? Да, продаются. То есть на сайте все есть и все консультанты, в том числе и онлайн, работают? Да, конечно. Кировские ССК у нас в гостях. В преддверии Дня строителей мы делаем большую программу. И настало самое то время, чтобы поговорить о коллективе, который возводит такие большие и красивые дома, как Аллы и Паруса. Я знаю, что вы каждый год проводите у себя в коллективе конкурс и лучшего сотрудника награждаете машиной. Это так? Да, но вообще коллектив – это самое ценное, что у нас есть на предприятии. Это наш коллектив. У нас коллектив очень дружный, сплоченный. У нас не бывает каких-то внутренних проблем, внутренних кризисов в компании. Нет, у нас очень позитивно все настроены друг к другу. Всегда товарищ товарищу придет на помощь. То есть у нас коллектив на самом деле очень дружный. И мы по праву гордимся нашим коллективом, который способен выполнить любую задачу, за что бы мы ни брались. Мы делаем всегда вовремя и в срок. Поэтому всегда хочется в этот день, День строителя. А День строителя – это не только профессиональный наш праздник, это день основания нашей компании. Именно в этот день? Именно в этот день. Специально в этот день? Ну, так повелось еще до моего прихода в эту компанию. В этой компании уже работаю больше 20 лет. Всего компании 42-й год исполняется. И вот мы, да, действительно, каждый год у нас стоит урна для голосования. И в том всеобщего голосования мы выбираем лучшего работника. И лучшему работнику дарим автомобиль. Как вы его выбираете? Ну, всеобщим голосованием. У нас стоит урна проходной. Каждый может написать фамилию и опустить. Тайное голосование. Тайное голосование, да. Ну, конечно, немаловажную роль играют начальники цехов, которые предлагают своего кандидата. Если этот кандидат совпадает с большим количеством голосов, отданных за него в этом в урне для голосования, то, конечно... То есть у вас два таких канала получается, да? В общем-то, анкеты, которые скидывают, и фамилии, которые скидывают. Конечно, бывает там один, сам за себя напишет там 100 бумажек и опустить, да? Ну, их видно, что это один почерк, и, конечно, они убираются в сторону. Это такая кропотливая работа, сверка подписей. Что вы дарите? Какие машины? Обычно мы дарим отечественные автомобили. Сейчас неплохие наши отечественные автомобили. Лада Веста, Лада Гранта. И в этом году будет то же самое? В этом году она уже стоит у нас в проходной, можно ее посмотреть. Какая машина стоит? Лада Гранта. Лада Гранта стоит. Ой, Лада Веста. Лада Веста. Понятно. Но это такой хороший приз, я бы сказала. Вы говорите, что коллектив у вас очень дружный. Какова кадровая политика предприятия? Много ли у вас бывает вакансий? Кого вы привлекаете? Ну, у нас найдется работа для любого специалиста. Главное, это чтобы был человек неконфликтный. Ну, конфликтный. А, все-таки вот этот фактор важен. Да, люди неконфликтные. Как-то вот у нас эти, или его эта проблема, он с ней как-то сам борется, да, и убирает ее на второй план и уживается в коллективе. То есть человек должен быть лояльный коллективу, принимать правила жизни. И самое главное, чтобы у него было желание работать в компании, желание к тому делу, чем он занимается, чтобы была любовь, чтобы он был профессионалом и с душой занимался. Если он приходит и говорит, что вот с 8 до 5 я работаю, выходные меня не беспокоить, а там в основное время хоть что угодно случится, то это хоть в поле трава не растет, то это не наш человек. Когда перед коллективом стоит задача, все усилия коллектив сплоченно бросает на то, чтобы ее решить, вне зависимости от чего угодно. Когда возникает какая-то проблема в коллективе, у нас нет такого, чтобы найти, кто виноват и наказать со всей строгостью закона. У нас главное решить эту проблему и сделать так, чтобы больше эта проблема не повторялась. И поэтому у нас коллектив такой лояльный, нет вот этих вот презумпций виновности, найти виноватого и наказать. И потом дальше что угодно. У нас сначала решают эту проблему и стараются делать все возможное, чтобы эта проблема больше не повторилась. Много у вас молодых сотрудников? Много. Откуда берете кадры? Откуда приходят? Приходят с улицы, через кадровое агентство, один кадров работает, привлекают. Это в основном кировчане? В основном кировчане, это есть и приезжают с других регионов, работают. А что касается высококвалифицированных кадров, есть ли голод такой, да, очень часто компании разного профиля жалуются на то, что высокопрофессиональных инженеров, архитекторов не хватает? Ну, архитекторов, проектировщиков, это действительно есть проблема. У нас в Кирме архитекторов не готовят. Со сторонними архитекторами сотрудничаете? Да, конечно. Нет, из других регионов нет, у нас есть. Свои? В Кирове хорошая архитектора, замечательная, которая проектирует вот такие объекты, как Алая, Просаталья, другие объекты. Поэтому пока они есть, но это все архитекторы у нас, к сожалению, в области, они все не местные, они все приезжие откуда. Потому что это еще когда отправляли по распределению работать, в основном Нижегородский институт. А молодая поросль местная пока не сформировалась? Пока не сформировалась. Архитекторов местных пока нет. Пора задуматься нашему вузу. Там есть у нас отделение специальное. Есть отделение, но пока архитектурное. Но пока местных таких архитекторов, которым можно было поручить что-то делать самостоятельно, нет. Есть местные, но они работают под началом опытных архитекторов. Как будете праздновать нынче День строителей с коллективом? Весело. Расскажите и поздравляйте. Нас осталась одна минута. Ну, праздновать мы будем, как всегда, на территории комбината, под открытым небом. В Радужном. В Радужном. Как правило, у нас всегда хорошая погода в День строителя, что нас радует своими силами, своим коллективом. Всех хочу поздравить строителей, не только работников Кировского СССР, но и всех строителей области с этим замечательным праздником новых побед, новых объектов, новых свершений. Хороших клиентов. Хороших клиентов. Понимания властей. Понимающих заказчиков, да. В качестве заказчиков, в том числе и наших областных и городских структур, чтобы, если какие-то крупные объекты строятся в области, приглашали именно местных строителей. Потому что у нас за последнее время сложилась практика, все крупные объекты, да и не очень крупные, но которые строятся за федеральный бюджет, у нас, почему-то, приглашаются сторонние строители. Налоговую инспекцию построили московские строители. Ничего там такого. С чем не справился вы, например, КССК? Ну, мы его построили на порядок качественнее, быстрее и дешевле. Это точно я вам могу сказать. Не только мы, любой бы, ну не любой бы, любой крупный застройщик Кировской области справился бы с этой задачей. Манеж построили, то есть тоже приехали, тоже приехали непонятно откуда, наняли кировских строителей и, то есть, строили. Прибыль вся осела, конечно, у этих заморских строителей. Да, это очень важно, на самом деле, чтобы коммуницировали власти с местным бизнесом, потому что, действительно, и рабочие места, и налоги, все остается в регионе. И опыт ведь нужен, правда, чтобы двигаться. Мне вот очень хочется спросить, при строительстве налоговой инспекции, сколько налогов заплатили в бюджет Кировской области? Денис Крутихин борец за то, что кировский бизнес процветал на территории Кировской области. Конечно. И это председатель Совета директоров ООО «Кировские сельские строительные комбинации». Мы поздравляли сегодня всех строителей с Днём строителей 12 августа. Я вашему коллективу желаю только процветания, только вам мудрых, интересных, с горящим сердцем сотрудников, ну и больших заказов. Спасибо. До свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok